Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее детям» и я, её ведущая, Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые, даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством вопросов и проблем. Как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдёте лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Спешим поздравить всех с наступившим 2024 годом. Пусть он принесёт детям и родителям только радостные события, успехи и открытия. Четвёртый год подряд в Сарове в канун Нового года проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». Руководители города, депутаты, предприниматели исполняют мечты детей из семей участников СВО, многодетных и ребят в трудных жизненных ситуациях. В преддверии новогодних праздников благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит по всей России. Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Любой человек, желающий сделать добрый поступок, может исполнить детские мечты. Ежегодно на акцию откликаются тысячи неравнодушных граждан, представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется и президент Владимир Путин. В Сарове акция «Ёлка желаний» прошла в резиденции Деда Мороза в Ледовом дворце. Три группы Дениса и его сестра, они загадали компьютерный стул, хорошие научники, для компьютерных и ребят, что поздравляем, с исполнением желаний. В роли Деда Мороза выступили руководители города и муниципальных учреждений, предприниматели. О своих заветных мечтах написали ребята из малообеспеченных и многодетных семей. С ограниченными возможностями здоровья. Дети участников специальной военной операции. Очень рад, что второй год участвовал в этой акции. Всем деткам хочется пожелать самого наилучшего. Удачи, здоровья, счастья. А себе не пожелать, а себя очень поздравляю с тем, что опять могу почувствовать себя Деду Морозу. Также в этом году в рамках акции «Елка желаний» появилась новая категория – подарок-сюрприз. Исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби. Заявки подавали до 24 декабря мечтатели. Желания будут реализовываться вплоть до 28 февраля. Желания есть материальные и нематериальные. Материальные – это когда ребенок хочет музыкальный инструмент, либо какие-то игрушки. А нематериальные – это побыть в роли машиниста поезда или принять участие в изготовлении, в производстве какого-нибудь мультфильма. «Елка желаний» прошла в Сарове в четвертый раз. За эти годы счастливчиками стали более ста детей. Новогодние каникулы всегда насыщены разнообразными мероприятиями и приятными встречами. В городе проводится масса событий, посетить которые может любой желающий. Учреждения культуры и спорта подготовили спектакли, игры, соревнования и мастер-классы, чтобы у маленьких саровчан и их родителей не осталось возможности заскучать. Наша съемочная группа подготовила для вас анонс январских программ. Парк имени Зернова и Дом молодежи подготовили для саровчан интерактивные семейные встречи. 3, 5 и 6 января детей ждут на интерактивных игровых программах «Румяные встречи». В 13 часов мероприятие пройдет в детском парке Насосино, в 15.00 – в парке Зернова. Танцы, снежные игры, спортивные состязания, хороводы у елки, встречи со сказочными героями. Скучать или мерзнуть на морозе не придется. Со 2 по 8 января горожан приглашают в Дом молодежи на первый фестиваль прикладного искусства и дизайна «Арт-елка». Более 40 елей вырастут в Доме молодежи, украшенные в разной тематике и концепции. На самом деле тематика фестиваля безграничной фантазии, и наши горожане поддержали этот фестиваль, откликнулись. Более 40 елей готовы украсить в разных, как говорится, тематических направлениях. Это будет еле посвященное определенным знаковым личностям нашей России. Это будут еле музыкальные, допустим, еле украшены дизайнерскими игрушками. В рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, квесты, анимационные программы для детей, экскурсии по выставке. 13 января пройдет торжественное закрытие фестиваля «Арт-елка». Художественная галерея традиционно распахнет свои двери для любителей творчества и киноманов. Путешествия в мир елочной игрушки, здравствуй, зимушка, зима, волшебные драконы, окунуться в атмосферу чудес и сказок на январских каникулах юным сыровчанам предлагает художественная галерея. Свои двери для горожан она распахнет 3, 4, 5 и 6 января. Творческие мастерские будут проходить в эти дни в 10 и в 12 часов для учащихся начальной школы. Более взрослых ребят будут ждать на мастерскую к 2 часам. По Пушкинской карте новые совершенно наши творческие мастерские, которые посвящены разным этническим каким-то и праздникам, и узорам. Ловец снов, новогодние узоры будем вышивать иголкой, ниткой, крестиком по дереву. Редкость такая, да, мы впервые это будем делать. И вот там очень маленькие группы, поэтому не ждите последнего дня, записывайтесь заранее. Насыщенную программу на новогодние каникулы подготовили для киноманов. Новые серии мульткино для самых маленьких будут показывать в 10 утра. В 11 будут художественные анимационные фильмы для детей без возрастных ограничений. А с 13 часов будут показывать проект про кино 6+. 3 января на экранах увидят оперу в кино «Зальцбург. Волшебная флейта». 4 января мы вновь встречаемся с Йонасом Калфманом. Это всемирно известный тенор. Мы уже будем смотреть третий концерт с его участием. Снова рождественские песни, но теперь в кругу друзей. Новый совершенно концерт, поэтому все, кто хотят настроиться на новогодний лад, приходите. Потому что там будет не только музыка. Прогуляемся по новогодним базарам, посмотрим разные промыслы. С программой можно ознакомиться в группе художественной галереи во ВКонтакте. Дополнительную информацию можно получить по телефону 702-87. Зимние каникулы невозможно представить без катания на коньках, лыжах и ватрушках. Для саровчан в праздничные дни открыты каток на Икаре и лыжная база. Горка, на которой катаются на ватрушках, она расположена справа, сторона от лыжной базы. Горка каждый день укатывается ретраком, чтобы создать максимально ровную поверхность для спуска. И чтобы меминизировать травмы, которые могут получить те, кто приходит кататься на ватрушках. Также у нас подготовлены трассы. Это спортивная трасса 5 километров. И трасса накатывается по поляне. Это 1 километр, 2, 3 километра и, соответственно, 5 километров. Прогулочные трассы рассчитаны на взрослых и детей с минимальным количеством подъемов, широким выбором дистанций. По словам директора лыжной базы Татьяны Вавилкиной, спортивного инвентаря хватит всем. Арендовать лыжи или сноутюбинг может любой желающий при наличии документов, удостоверяющих личность. Лыжи даются так же, как и сноутюбинги, это дается на час. То есть оплата идет за час. Также, в принципе, у нас можно лыжный инвентарь взять и на сутки. Ну, соответственно, это уже будет другая цена. Прокат спортинвентаря на лыжной базе будет работать ежедневно по будням с 16 до 20 часов. В выходные дни с 10.00 до 20.00. В праздничные дни аренда не прекращается. Год дракона обещает быть ярким. Астрологи советуют родителям обратить особое внимание на развитие творческих способностей детей. Это позволит проявить свой потенциал и достичь успеха в будущем. Наша съемочная группа совместно с педагогами семейного центра «Клевер» подготовили небольшой мастер-класс по лепке. Лепка – очень важное занятие для ребенка, которое помогает прокачать мелкую моторику рук, пространственное мышление, понятие о цвете, форме предметов и благотворно влияет на нервную систему в целом. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, умение наблюдать и выделять главное. А еще лепка безумно нравится детям. Для создания милой кошечки нам понадобится воздушный пластилин, доска и ножик для лепки. Перед началом хорошенько разомнем ручки и сделаем пальчиковую гимнастику. В теплых ладонях пластилин будет еще податливее. Определив расцветку будущего питомца, начинаем формировать туловище. Катаем шарик, из которого потом делаем толстую колбаску. Сгибаем ее полукругом, создавая выгнутую спинку нашей кошечки. С двух сторон разрезаем колбаску ножом, пальцами сглаживаем неровности, придавая лапам круглое очертание. Приступаем к лепке головы. Делаем овальный хвост, круглую голову приплющиваем пальцами, формируя мордочку. Делаем два маленьких треугольных ушка, заостряя пальцами края на голове. Соединяем все части тела. Из крошечных пластилиновых кружочков делаем глазки и носик, из тоненькой полосочки ротик. А дальше подключаем фантазию. Из пластилина другого цвета можно сделать пятнышки, лапки и даже бантик для кошки. Такую кошечку можно смастерить даже с малышами. Воздушный пластилин не пачкает руки, а после застывания превращается в легкую игрушку. Какой Новый год без сладких подарков? В период праздников даже самые строгие родители позволяют кушать их своим чадом без ограничений. Да и себя не забывают побаловать. Как это влияет на состояние зубов, обсудим с детским врачом-стоматологом клиники Дентал Арт Натальей Юрьевной Сустаевой. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, расскажите, как обилие сладкого и прочих вкусностей в новогодние праздники может повлиять на состояние зубов? И как предусмотреть эти моменты, профилактировать? Вы правильно сказали, да, новогодние праздники у детей ассоциируются именно с подарками и новогодними слабостями. Конечно, если выбирать между шоколадными конфетами, карамельками и жевательными конфетами, мы всегда выбираем шоколад. Под действием слюны он будет растворяться гораздо быстрее, чем нежели это будет жевательная конфета, чупа-чупс или карамельки. Заменить, конечно, сладости, я бы, наверное, сказала, что ничем нельзя, потому что в любом случае это сахар, в любом случае это углеводы, которые влияют на эмаль молочных зубов. И, естественно, все это может привести к кариозным процессам. Очень часто, повторюсь, да, дают чупа-чупсы. Это, наверное, самое-самое страшное, потому что если ребенок еще и начинает грызть этот чупа-чупс, разрушается эмаль. Не только попадают частички между зубами, еще и разрушается эмаль полы. И появляются мелкие трещины, которые незаметны. Но это все, опять же, влияет на состояние кариозного процесса, который в будущем обязательно появится. По возможности я всегда рекомендую родителям после того, как ваш ребенок съел какую-то шоколадку, хотя бы просто попить обычной воды. Я не говорю о том, чтобы прополоскать рот, да, но чтобы хотя бы и слюной, и водой мы вымывали все частички, которые остаются между зубами, которые мы можем даже и не чувствовать в полости рта. Как часто нужно посещать детского стоматолога? Насколько это важно? Раз в три месяца обязательно должны с детками приходить на профосмотр, потому что эмаль у них очень тонкая, кариозный процесс распространяется максимально быстро. Поэтому, если взрослые, да, они посещают стоматолога раз в полгода, то детки это раз в три месяца. Ну, я не считаю, что Новый год – это какое-то определенное время, да, что после которого нужно срочно бежать к стоматологу на профосмотр. Если родители сильно обеспокоены, что их ребенок съел много сладостей, да, в эти новогодние праздники, я советую записаться на профгигиену, то есть стоматолог вам почистит, да, все зубы, посмотрит состояние полости рта и даст уже рекомендации. Наталья Юрьевна, еще есть ли какие-то общие правила по уходу за детскими зубками, чтобы придерживаться их на протяжении всего года? В первую очередь это чистка зубов в домашних условиях обязательно утром и вечером, причем начиная с раннего возраста и где-то лет до 8-9, я всегда советую родителям контролировать чистку зубов. То есть мы обязательно должны дочищать за ребенком его же зубки, да, потому что особенно лет в 6-7, как правило, появляются уже постоянные зубки шестые, да, это самые дальние в зубном ряду зубки. И очень часто щетка туда просто не попадает, поэтому здесь контроль родителей должен быть обязательно. И я всегда советую помимо обычной щетки мы уже используем монопучковую специальную щетку, да, для того, чтобы все фиссуры, которые есть у нас в 6-х зубах, они очень глубокие, зубы очень красивые, да, но монопучковой щеткой мы вычищаем именно жевательную поверхность. Для того, чтобы убрать весь налет и остатки пищи. Ремерализирующие гели, которые мы используем в домашних условиях, да, тоже не стоит про них забывать. Фторирование тоже. Сейчас есть гели, да, которые можно тоже использовать в домашних условиях. Ну, это опять же все не только в новогодние праздники, это должно быть ежедневно в жизни каждого ребенка. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч. И пусть родительство будет в радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова